Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим о шинах среднего класса. Скажем, возьмем размер 185-65-15. Ну, ценовая категория где-то до 3000 рублей. Итак, первая шина это Pirelli Formula Energy. Это вообще не сама Pirelli делает, а их дочерняя компания. Эту шину относят к среднему классу. И на ней нет надписи Pirelli, кроме как на этикетке. Боковина у данной шины идет пожестче. То есть борта довольно крепкие. Для отвода воды используются три канавки. И вот такой вот интересный протектор. Шина на самом деле неплохая за свои деньги. Но для поезда за город лучше не рассматривать. И в грязь, соответственно, тоже не лезть. Предназначена шина больше для города. У данных шин индекс износа стойкости равен 180. Считаю, что шина довольно износостойкая. И при нормальной езде она отходит свои положенные 80 тысяч километров. Следующая шина это Nokia Normans X2. Эти шины выпускаются на заводе Nokia вместе с HAK и являются средним классом. Протектор у шин довольно универсальный. То есть можно ездить по городу и немного выехать за пределы его по грунтовке. По воде будет намного эффективнее, чем та же формула. Имеет уже 4 канавки для водоотвода. И также дополнительный отвод под колесо. Борта у шины мягкие. То есть более комфортная езда. Также шина не гудит. И довольно тихая. Но что касаемо износостойкости. Хоть и индекс равен 500. Она не отходит 80 тысяч километров. Из-за мягкого состава. В лучшем случае 1060. То есть в этом плане формула даже будет поинтереснее. Третья шина это Yokohama. Модель ES32. Шина имеет также асимметричный вид протектора. Три канавки для водоотвода. Но вот дополнительный отвод под колесо он закрыт. Так что в глубокие лужи на большой скорости лучше не соваться. Когда Yokohama стала выпускаться в России. Многие покупатели сказали что качество оно отличается от японского производства. И перестали ее покупать. Имеет индекс износостойкости 300. Скажу с уверенностью что 80 тысяч она отходит. А так в целом шина вообще мягкая, комфортная. Ну а теперь шина не российского производства. Это данная модель SP Touring T1. Бренд этих шин Япония. В данное время их выпускают в Таиланде. Иногда попадается Индонезия. В шине 4 канавки для отвода воды. И дополнительный отвод на внешнюю и внутреннюю сторону. То есть по воде шина пойдет вообще прекрасно. Имеет среднюю жесткость. Как бы не сильно мягкая и в то же время не такая жесткая. Мне вообще эти шины нравятся. Много положительных отзывов от клиентов. И судя по шинам качественно сделано. Но почему-то на данных шинах нет индекса износостойкости. Я всю шину обсмотрел вдоль и поперек. И ничего не нашел. Ну возможно японцы сильно по этому поводу не заморачиваются. Шина подойдет хорошо для города и трассы. Ну и небольшого бездорожья. А еще на данные шины есть бесплатный шиномонтаж. То есть этот как бы вариант тоже уточняйте там где будете их приобретать. Ну и последняя шина корейского производства. Это Хэнкук. Модель К425. Шина мягкая, комфортная, довольно тихая. Имеет три широкие канавки. И дополнительный отвод воды под колесо. Корейцев многие хвалят и берут, потому что не любят российского производства шины. Так как они чисто корейские. Шины отлично подходят для города, для трассы. Но на грунтовку сильно не лезьте. Индекс износостойкости у данных шин равен 400. Хоть шина и мягкая, но не такая как Nokia. Но свои 80 тысяч она должна отходить. Все эти шины по своему хороши. Так что выбирайте шины правильно. Некоторые из вас просили сравнить Данлоп и Хаку Грин. Сейчас сделаем. Ну начнем пожалуй с протекторов. У обоих шин отвод воды хороший. Но у Хаки будет чуть поэффективней. За счет широкого дополнительного отвода. Ну и скажем по грязи они будут получше чем Данлоп. За счет опять же боковых зацепов. По жесткости Nokia в разы мягче чем Данлоп. Следовательно больше комфорта. Но по износу Данлоп получше. И не будем с вами путать что Nokia Haka Green 2 это премиум класс. А Данлоп это все же среднего класса шины. Еще немаловажный фактор это гарантия. На Nokia есть расширенная гарантия. От проколов, порез, грыж и так далее. Она идет бессрочная. Пока не сотрете протектор до 4 мм. Эту гарантию зачастую можно получить у официальных дилеров. А у Данлопа к сожалению такого пока нет. Если тебе было интересно. То поставь лайк. И не забудь подписаться. Ведь дальше интересней. Всем удачи и пока. И не болейте от этого коронавируса. Продолжение следует.